здравствуйте граждане стендовые моделисты начинающие продвинутые и профессионалы в этом видео рассмотрим инструмент на мой взгляд очень интересный который называется лобзик ювелирный вот так он выглядит с одной стороны и вот так он выглядит с другой стороны необходимо обозначить очень важный параметр это расстояние от нижней части рамы до пилки здесь он с об этой модели он составляет она вернее составляет 75 миллиметров смысле расстояние ну то есть проникнуть материал глубже чем на 75 миллиметров не получится потому что этот самый материал упрется вот эту самую раму есть лобзики более скажем так высокие но 75 миллиметров в подавляющем большинстве случаев всегда хватит скажем так конструкция рама вот она которая продевается в основании вот оно это самое основание крепится заклепками к ручке вот это у нас механизм натяжения механизм натяжения пилки сама пилка же прихватывается при помощи двух барашков с резьбой вот она резьба и двух прижимных пластин вот они давайте освободим пилку вот и осуществим так сказать неполную разборку этого самого лобзика для наглядности вот рама отдельно можете видеть а вот основание с ручкой тоже отдельно конструкция несложная лобзик кстати индийского производства и на мой взгляд с очень удобной ручкой который очень мне нравится дальше давайте поговорим о пилках очень важный вопрос в наличии у меня пилки от производителя под названием valor b английским не владею может сказал неправильно но пусть будет валор бы вот вы наверняка можете видеть это самое название продаются они смысле пилки вот в таких скрутках по 12 штук то есть скрутки этой находится дюжина этих самых пилок размер у них разный вернее как длина у них у всех стандартная 130 миллиметров а вот крупность разная крупность обозначается аббревиатурой например 8 дробь 0 вот эта пилка самая мелкая какая только может быть длина 130 миллиметров ширина этой пилки 0,3 миллиметра толщина 0,16 миллиметра и тридцать восемь с половиной зубьев на один сантиметр длины это тоже важный показатель самая крупная которая есть у меня в наличии это пилка 2 дробь 0 длина тоже 130 миллиметров а вот ширина у нее 0,52 миллиметра толщина 0,26 миллиметра 22 зуба на один сантиметр то есть достаточно крупная но тут есть 0405 опять же каждую каждый из этих пилок есть свои вот характеристики которые я обозначил выше как подобрать пилку для работы мы скажем так чем тоньше материал тем меньше номер пилки должен быть вот 80 данном случае чем крупнее толще материал чем в общем то и крупнее это самая пилка крупный зуб дает грубый срез то есть крупный зуб позволяет ускорить распиливание но край материала будет дольше потом обрабатываться надфилем или напильниками чем меньше пилка или чем там меньше пилка тем края чище и дальнейшем обработка займет меньше времени плюс ко всему чем меньше ширина этой самой пилки тем проще ей развернуться в теле материала то есть вот если у вас сложный криволинейный рисунок пилки более менее широкой легче развернуться ну вы это увидите непосредственно уже когда мы приступим к выпиливанию но это только начало это не все потому что если вы решили приобрести лобзик как инструмент то к этому самому лобзику просто необходимо купить такое приспособление под названием финогель ну в данном случае это не финогель это лишь заготовка в магазинах которые занимаются продажей ювелирным инструментом ювелирного инструмента можно купить эту самую финогель но они большие не сделаны из дерева и как по мне очень неудобные поэтому было давно уже было решено и только сейчас так сказать воплотиться жизнь в жизнь самостоятельное изготовление этой самой финогель значит 100 миллиметров на 80 миллиметров алюминий толщиной 2 миллиметра виден ли вам а видно вот будет выпилена одна часть выпили на другая часть не получим так называемых два уха назовем их так и эти самые два уха будем закреплять двумя струбцинами к столешнице прорезь будет у нас вот здесь на конус максимальная ширина 16 миллиметров и минимальная 5 миллиметров и вершина этого конуса вот такой круг диаметром 8 миллиметров то есть лобзиком самостоятельно сейчас займемся изготовлением этой самой финогели заготовка для нашей будущей финогели прикреплена закреплена при помощи двух струбцин к столешнице но площадь прижатия как вы видите очень небольшая поэтому как говорилось ранее выпилим эти две части и получим так называемых два уха и тогда уже прочность крепления будет гораздо выше естественно заготовка не должна болтаться качаться и тому подобное это исключено давайте подготовим лобзик к работе а именно просто ставим сюда закрепим пилку есть одна очень важная особенность любое ножовочное полотно а пилка по сути дела это и есть ножовочное полотно имеет определенный наклон зуба так вот этот наклон должен смотреть в сторону ручки в данном случае обязательно почему объясню чуть позже давайте просто в день им ее и не поставим ее на место скажем так ну без линзы тут не обойтись потому что очень мелко пилка у нас 2 дробь 0 так давай вставляйте правильно так правильно хорошо и зажмем барашком тоже как натянуть правильно упрем торец нашей рамы скажем так столешницу потом вот здесь нажмем пилка у нас растянулась ну опять же без фанатизма их надо со всей силы иначе порвется и болт прижимной вкручиваем все пилка у нас натянулась можно даже услышать это поет так вот пилка не должна иметь прогиб более двух миллиметров только в том случае если этот прогиб меньше можно считать что инструмент готов к работе почему все-таки зуб должен смотреть к ручке потому что лобзик предназначен для работы вертикальном положении вот так правильно его правильно ним работать ну что ж будем начинать как говорится правда я ничего не вижу здесь а нет линия есть перед тем как войти в материал как говорится рекомендуется например вот надфилем треугольным мелким сделать насечку вот давайте это сейчас и произведем вот так чтобы пилке было легче так сказать войти в этот самый материал теперь кладем предплечье на ногу во всяком случае так неудобно так неудобно а рука у нас расслаблена полностью то есть не нужно ее напрягать ищем нашу засечку теперь очень важный момент перекосы лобзика в сторону ширины пилки вот у нас ширина пилки вот вправо или влево недопустим иначе эта пилка переклинится в разрезе и просто напросто очень быстро лопнет то есть вправо и влево наклон допускать нельзя а вот отклонение по скажем так толщине относительно толщины пилки вправо или влево приведут к изменению направления резания что собственно и применяется фигурным выпиливание в общем то у нас все фигурное выпиливание он так как у нас пока что прямая так сказать линия поехали вот он вошел материал пилку ходит аккуратно начинаем собственно резать необходимо использовать всю стараться всю длину пилки кстати выводить пилку тоже нужно очень аккуратно движениями вверху вниз вот она вышла свободно то что если перекос будет перекос при выводе она тоже может очень быстро лопнуть давайте попробуем вот карандашом навести эту самую риску сугубо для съемки будет сделано потому что так свет стоит что ничего не видно ну хоть какой-то ориентир уехали мы конечно прилично да кстати иногда пилку нужно подтягивать то что она ослабевает тем же способом отжали чуть-чуть надавили и приезжали обратно был все она вернулась свое рабочее состояние правильное рабочее состояние скажем так главное не распереть старешницу да есть при работе можно изменить угол освещения и все будет хорошо но здесь не его менять не хочется этот угол освещения потому что он поставлен непосредственно для того чтобы картинка была более менее приличной да кстати вы видите вот ткань то есть она закреплена тут к полке выдвижной ну чтобы опилки не падали на на пол это естественно потом они просто утилизируется и все опа то что я вам говорил поспешил и все и пилка ку-ку сломалась вот она авария ладно давайте сейчас заменим и продолжим поставили новую пилку дальше будем работать аккуратней вот теперь цепляется барашек бьется о струбцину опять же потому что все пока не очень хорошо приспособлены давайте аккуратно доделаем в будущем такого не будет потому что вы нас у нас будет больше и вот тут будет рабочая поверхность далеко вот струбцин и от столешницы вроде дошли дошли есть такое дело ну с первой частью мы справились вот наша струбцина и хорошо теперь прижимает нашу будущую финогель к поверхности до совсем другое дело теперь будем выпиливать этот вот конус это грифель карандашный это уже получше заметно так первый поворот постепенно поворачиваем пилку вот в нашем случае влево она уйдет здесь но вправо под 90 градусов сразу не получится естественно в обратную сторону то есть вы можете видеть что практически уже по 90 градусов мы вывернули этот самый лобзик ну естественно вместе спил теперь вправо поворачиваем лобзика соответственно и влево уходит пилка совсем не вписался но ничего очень осторожно как развернули можете видеть да был вот такой угол теперь у нас 90 градусов практически не будем мы так сказать долго мудрствовать просто вот так выводим это такой приблизительный рисунок нашей финогели естественно нужно будет все это обработать надпилем напильником чтобы получить вот такое вот конечное изделие под названием финогель самодельная ну это окончательный вариант фаски сделаны но в общем выглядит неплохо я думаю что очень хорошо послужит нам дальнейшем ну дальше конечно нужно прибрать рабочее место а потом при помощи этой финогели и лобзика будем продолжать наши так сказать изыскание по выпиливанию представим себе что это деталь вашей модели и есть необходимость вот извлечь вот этот вот люк так называемый да как это происходит у коллег на ютуб каналах обычно как это все делали высверливаются отверстия по периметру много их которые потом при помощи бора осуществляется выборка перемычек между отверстиями но этот самый люк потом естественно вываливается скажем так метод действенный но не технологичный при помощи лобзика это сделать будет гораздо проще для начала давайте поменяем пилку поставим размер 5 дробь 0 и начнем одевать со стороны ручки вставлять вернее вот это зажмем часть и пока оставим далее у пилки 5 дробь 0 ширина составляет 0,4 миллиметра соответственно отверстие да нужно просверлить будет сверлом 0,5 0,6 давайте отметим вот здесь зайдем просто и высверлим необходимо необходимо пилку продеть вот таким образом в отверстие есть такое дело вместе с заготовкой зажмем вторую часть пилки вот таким вот образом есть и опять же вместе с заготовкой натянем все начинаем выпиливать поехали аккуратно поближе поближе к линии черной поворачиваем одновременно можно поворачивать и деталь и пилку немножечко много оставили размера отступили от линии но ничего поворачиваем разворот тут как говорится и не развернешься во всю длину пилки аккуратно аккуратно поехали дальше все можете видеть что процесс был очень быстрым отжимаем освобождаем пилку и освобождаем нашу заготовку ну в общей сложности вот так это выглядит вы видели что это гораздо быстрее нежели насверливать отверстия потом бором это все так сказать убирать это технологичный процесс дальше давайте попробуем выпилить что-то более сложное допустим есть необходимость изготовить вот такую вот подошву это советский образец с времен второй мировой войны для сапога естественно как вы понимаете в масштабе 1 к 16 толщина этой подошвы возле каблука составляет ровно 8 миллиметров если поделить на 16 то получится 0,5 миллиметра и вот основа этой подошвы потом можно припаять каблук утолщение но основа должна быть 0,5 миллиметра есть материал вот такая вот латунь мягкая относительно мягкая и есть вот такая распечатка этой самой подошвы длина которой составляет у нас сколько не помню сейчас померяем ну считайте 19 миллиметров да по миллиметру оставим запас 21 миллиметр длины необходима заготовка давайте отмеряем поставим на вишечку такую да будем отрезать попробуем кстати ради интереса закрепить дополнительно вот наш наш материал еще струбцин есть есть такое дело нужно заметить что на мой взгляд вот оптимальный номер пилки это 4.05 ну для нашего с вами дела потому что и скорость резания неплохая и можно хорошо заложить вираж так сказать в кривой иной поверхности и плюс ко всему эти номера очень хороши для освоения непосредственно инструмента аккуратно поехали на выходе аккуратно аккуратно начинаем зуб упираться давайте выведем пилку и просто-напросто вот вот так делов собственно теперь нам необходимо как уже говорилось ранее вот так вот положить ну чтобы сразу две подошки выпиливать но тут придется придерживать уже придержать зафиксировать вернее относительно друг друга эти две пластины при помощи пайки ну припаяли потом распаяли ничего здесь такого нет как паять чем паять и вообще все о пайке вы можете посмотреть в видео которое есть на канале называется оно пайка легкоплавкими припоями часть первая ссылочку оставлю в описании и подсказка должна появиться итак паяльник у нас разогрелся ну о хорошо отлично тут задача заключается в том что просто прихватить прихватить две эти самые пластины чтобы при выпиливании они не двигались относительно друг друга как вы понимаете сейчас приступим к накладыванию вот этой самой распечатки на материал фигурное вырезание теперь вот таким образом приклеим что то есть о есть замечательно так будет нормально будет ай-ляй ну чтоб пальцы не приклеились да через клееночку и при прижмем ну что мы готовы так сказать начать поехали тут не спеша постараемся как можно ближе к контуру черным поворачиваем все вышло хорошо ну вот такой вырез у нас получил ну по большому счету вот так это выглядит примерно конечно нужно это обработать естественно скажем так надфилем давайте соберем так сказать финальный натюрморт финогель две струбцины две струбцины основной инструмент конечно лобзи непосредственно да где он у нас ну давайте как его положим или как его положить лучше о вот там лежит лежит хорошо не падай пилки куда их куда их тут притулить ну давайте сверху да а в общем собственно и все пилки лобзик и финогель по большому счету ну наши то что мы тут изделия которые мы тут наваяли скажем так да здесь подошвы люк так называемый который выпиливали да видно ну в общей сложности про инструмент рассказано как ним работать тоже было показано заходите на канал подпис подписывайтесь это же не сложно ставьте лайки спасибо вам за внимание и до новых встреч до новых встреч